Девушки отдыхают Но и книжки читать не забывает О себе сказала, что она общительная и смелая Не боится спрашивать и всегда улыбается людям Мечтает стать врачом-стоматологом Более близкая мечта Когда подрастет маленький братик Отправится всей семьей в путешествие на море А чтобы побыстрее прошло время Нужно занять себя чем-нибудь полезным Например, поучаствовать в «Один на один» Маша, мы тебе желаем удачи в игре Но сначала хотим спросить Как начался новый учебный год? С каким настроением в школу пришла? Ну хорошо, мне очень хотелось в школу Когда я была на каникулах Я скучала по школе Когда я пришла в школу Мне какие уроки не нравятся Они мне стали нравиться Да ты что? Что там нового, интересного? Может быть уроки какие-то новые появились? Какие-то предметы? Да, появился новый урок у нас Мне кажется, он очень интересный Его у нас пока еще не было Но он вот будет Какой урок? Основы православных культур Здорово! И я знаю, что скоро у вас какая-то экскурсия интересная намечается Да, мы поедем на экскурсию в Мичуринск Что там должно быть? Что должно увидеть? Ну, мы поедем в музей Мы поедем в храм В музей будем мы там смотреть Здорово! Ну, я думаю, что будет очень интересно Надеюсь, что не менее интересно Тебе будет и участвовать в нашей программе Ты смотришь программу? Да Правила знаешь? Знаю С чего начинаем? С разминки Так начнем? Да Место, где содержатся животные Зоопарк Правильно! Сколько времен года у нас? Четыре Да А сколько лап у утки? Две Конечно! Кто разломал теремок? Медведь Знаешь! Любимое животное старухи Шипокляк? Лариска А кто животное? Мышь! Крыска, крыска! Засчитаю, да! Если мыло в глаз попало, что из глаз катиться стало? Слезы Конечно! Ящерица, меняющая свою окраску? Крокодил Хамелеон Хамелеон Заведение, где детей пытаются чему-нибудь научить Школа Да Надутая домашняя птица Попугай Он Хомяк Он еще в суп попал Думал, думал и в суп попал Давай дальше, это индюк Жилище, в котором медведь проводит зиму Берлога Да Какие две ноты растут в огороде? Дальше Фасоль Минутка разминки очень быстро пролетела Мария набрала 8 баллов В вопросах на засыпку у нас три совершенно разные темы Первая тема, вспомним пословицу Давай с тобой сейчас быстренько на вскидочку какие-нибудь пословицы вспомним Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей Про дружбу, а еще Поспешишь, людей насмешишь Здорово, молодец Знаешь пословицу, чувствую Не будем спешить Мы можем в вопросах на засыпку с тобой думать целых 10 секунд Вопрос про пословицу Откуда не вытащишь рыбку без труда? Из аквариума, из пруда, из морозилки, из моря синего Из пруда А как пословица звучит? Из пруда не вытащишь рыбку без труда Только наоборот, ну ничего страшного Действительно, это очень старая и мудрая пословица Она своим содержанием говорит о том, что в любом деле необходимо потрудиться Ведь просто так, не думая, не прилагая усилий, ничего не выйдет Молодец, два балла ты заработала Следующая наша тема – удивительные животные Какое удивительное животное древние греки называли речной лошадью? Послушай внимательно, что это животное могло бы сказать само о себе Я много времени провожу в воде У меня большие ноздри и маленькие уши Я очень большое животное Четыре метра в длину и три с половиной тонны весом Питаюсь я речной травой Что же это за речная лошадь? Носорог, крокодил, бегемот или динозавр? Бегемот Ну конечно, у кого же еще большие ноздри, маленькие ушки? Кто питается травой? Молодец, два балла тебе приносит бегемот А теперь мы с тобой внимательно читаем Пушкина Читаешь ты Александра Сергеевича? Да Какие произведения знаешь? У лукоморья дуб зеленый Замечательно А читала сказку о папе и о работнике его балде? Да, читала Вам, по-моему, даже на лето задавали такое читать Было в списках летних? Было Еще читала сказку о рыбаке и рыбке Здорово Сейчас мы проверим, как внимательно ты читаешь Пушкина Вопрос тебе такой Сказка о папе и о работнике его балде Вот вспоминай Когда там подошел час расплаты Что случилось с папом с первого щелчка? Лишился пап языка Прыгнул пап до потолка Вышибло ум у старика Они договаривались там насчет трех щелчков Вот после первого щелчка Что случилось с папом? Вышибло ум у старика Проверим Спросим у Пушкина С первого щелка прыгнул пап до потолка Со второго щелка лишился пап языка А вот с третьего щелка вышибло ум у старика А балда приговаривал сукаризны Не гонялся бы ты пап за дешевизной А Маша Болдина за два правильных ответа Про рыбку из пруда и бегемота Получает еще четыре очка Маш, как у тебя с чувством юмора? Хорошо Любишь? Пошутить Да Пошалить Почему я спрашиваю? Потому что у нас в цветных вопросах Шуточный ученический кроссворд Давай, ты выбирай свой любимый цвет Красный Хорошо, давай посмотрим, какое слово Школьное С юмором Спряталось у нас под красным цветом Как называется бумажка с записями? Предназначенная для тайного подглядывания Во время контрольной и экзамена Девять букв Какая-то тайная бумажка с записями Которая пригождается иногда на уроках Особенно на экзаменах и контрольных Что это? Шпархалка А откуда ты знаешь это слово? В четвертом классе уже пользуются шпаргалками? Нет, у нас некоторые пользуются шпаргалками Хоть шпаргалки это и плохо Но шпаргалка приносит тебе 3 балла Итого, общий результат индивидуальной игры Марии Болдиной 15 баллов Маша, как ты думаешь, кто за тебя сегодня Больше всего болел и переживал? Родители Родители Давай обрадуем родителей У нас 15 баллов Это уже выход в финал Ну и, наверное, ты хочешь передать кому-то привет? Да Пожалуйста Я хочу передать привет маме, папе, братику Всем близким, всем, кто меня знает Всем друзьям Приглашаем всех желающих принять участие в интеллектуальной игре один на один Попасть к нам очень просто Заходите на наш сайт в интернете и пишите письмо телевизору Укажите, сколько вам лет, в каком классе учитесь Расскажите о своих увлечениях и оставьте контактный телефон Также подать заявку на участие можно, позвонив по телефону 22 542 Будем рады встрече с вами Дерзайте!